Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корниев и вы на канале о профессиональном трейдинге. Как заработать на нонфарм, особенно если вы не знаете, что такое нонфарм. Сейчас я расскажу, уже в эту неделю будет новость. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в 15-30 по Москве в пятницу 3 ноября. Предыдущее значение было 336, а прогнозируется 172. Это уменьшение количества занятых. Это очень негативные новости. Если это подтвердится и количество занятых будет еще меньше. Это означает, что доллар в момент выхода новости может рухнуть, а евро-доллар взлетит. Обычно на нонфарме мы торгуем на евро-долларе. Давайте посмотрим график евро-доллара и есть ли там предпосылки для того, чтобы нам заработать. На евро-долларе сейчас нисходящий тренд и пошла коррекция. Коррекцию можно измерять уровнями Fibonacci. Это такие линии, от которых цена может откорректироваться и пойти вниз. Смотрите, сейчас цена идет вверх. Она уже два раза отработала. Уровень Fibonacci 23,6 и уровень Fibonacci 38,2. Кстати, этот уровень я давал на стриме. Обязательно переходите по ссылке в описании к этому видео. Переходите на мой канал, подписывайтесь. Во-первых, каждый понедельник я даю свои разворотные точки. А во-вторых, по средам в 19.30 по Москве я провожу прямую трансляцию, отвечая на ваши вопросы. И делаю обзор текущей ситуации на рынке. Вот эту вот разворотную точку на уровне 38,2 я давал на прошлом стриме в среду. И она себя хорошо отработала. Цена откорректировалась уже почти 300 пунктов. Это означает 300 долларов, если вы торгуете одним стандартным лотом. Буквально в течение нескольких часов. Так вот, если нонфарм окажется плохой новостью для доллара, то евро-доллар может вырасти в моменте. А также дойти до уровня Fibonacci 50,61,8. Это в районе цены 1,06,05 и 1,06,27. Если цена до сюда дойдет, отсюда можем будет продать и заработать на снижение. Вот даю вам две разворотные точки. А также можно торговать по стратегии вилка, так называемая стратегия, когда перед выходом новости, представим, что вот здесь, где бирюзовый квадрат, цена остановилась перед выходом новости. Вы можете поставить два уровня, два отложенных ордера. Вот первый на покупку, чуть выше новости, чуть выше текущей цены. И второй на продажу, чуть ниже текущей цены, так называемая вилка. И в момент выхода новости цена резко двинется в одну или другую сторону, скорее всего вверх. Кстати, для торговли этой стратегии можно использовать мой торговый робот. Там есть специальная функция, при которой вы выставляете два отложенных ордера. И если цена пойдет в одну сторону, исполнит один ордер, второй ордер желательно сразу удалить. Так вот робот его удаляет автоматически, давая вам возможность сконцентрироваться уже на текущей прибыли. Я сам частенько использую стратегию вилка и вам рекомендую. Смотрите, если цена пойдет вниз, даю вам еще сигнал на покупку. Вот смотрите, внизу идет линия поддержки, такая красная наклонная вверх. Когда цена дойдет до нее, можно будет купить и заработать на росте. Это в районе цены 1.05.25. Вот такая ситуация у нас по нон-фарму. Если какие-то термины вам кажется немножко сложные, то обязательно переходите по ссылке в описании на мой канал. А там в описании к любому видео найдете возможность скачать программу моего курса обучения. У меня два курса обучения, один из них для начинающих с нуля. Есть возможность получить его бесплатно. Обязательно переходите и скачивайте программу курса, чтобы ознакомиться. Теперь давайте посмотрим британский фунт. Non-farm на него также может повлиять ростом британского фунта по отношению к доллару. Чтобы, кстати, не пропускать новость по нон-фарму и другим новостям, подписывайтесь на мой телеграм. Там за 30 минут я, как правило, стараюсь оповещать обо всех важных новостях, на котором мы с нашим сообществом зарабатываем. Скоро у нас уже будет 1000 трейдеров на канале. Так что присоединяйтесь к нашему успешному сообществу. Смотрите, здесь есть линия сопротивления, две линии поддержки. Давайте посмотрим их поближе. Когда цена дойдет до линии сопротивления, это в районе цены 1.2260. Отсюда можно будет продать и заработать на снижении. Когда же цена дойдет до линии поддержки, то здесь есть вот у нас аж две линии поддержки. И это очень хороший вариант, чтобы, например, здесь усредниться. То есть цена доходит до первой линии поддержки, мы покупаем. А если происходит ложный пробой, то второй раз докупаем. Это у нас будет стратегия усреднения. Можно вручную, можно по стратегии усреднения работать мой торговый робот. Кстати, если вам интересно торговать с помощью алгоритма, то по ссылке в описании к этому видео переходите на мой канал, пишите мне в телеграм, я расскажу, как получить робота бесплатно. Ну а если цена подойдет к линиям поддержки чуть позже, то это фактически будет два отдельных сигнала на покупку. Вначале первая линия поддержки, а потом от второй линии поддержки еще внизу. Пара доллар-канадец движется вверх, однако вполне возможно, что она развернется вниз. Почему? Потому что новости по доллару, по нон-фарму будут плохие, скорее всего. И это может привести к падению пары доллар-канадец. Если она пойдет вниз, то здесь вот такая вот линия поддержки уже, там трижды зеркальная, от нее можно будет купить и заработать на росте. Я рассчитываю, что здесь будет хорошая коррекция. Это в районе цены 1.3667. Пара евро-японская иена, смотрите, рисует вот такие вот интересные фигуры. Вот по сути такая длинная консолидация, что-то вроде восходящего треугольника. Предыдущий сигнал, вот он уже отработал себя отлично. Я надеюсь, вы на нем заработали. Сейчас цена движется вниз. Если подойдет к линии поддержки в районе цены 155-500, то можно будет заработать на росте. Здесь покупаем, зарабатываем на росте. Кстати, отсюда можно войти в долгосрочную сделку, не только в краткосрочную, потому что в перспективе цена может пойти дальше. По евро-фунту также интересные сигнальчики. Смотрите, здесь есть линия сопротивления хорошая. От нее можно будет продать и заработать на снижении. А внизу линия поддержки. От нее покупаем и зарабатываем на росте, как только цена дойдет до линии или войдет в эту зону. Вот такие сигналы на эту неделю. Если вам нравятся мои разворотные точки, то переходите по ссылке в описании на мой канал. Там смотрите полный обзор, полный выпуск. Я там дал еще много инструментов и разворотных точек на эту неделю. Желаю вам успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.